youtube привет короче это мама в 16 5 да я не знаю опять 5 5 чат в курсе они все пишут youtube l twitch в не знаю что значит но последнее время перестали объяснять чтобы выяснить нужно именно на стрим заходить вот но тем менее ладно садитесь смотреть вот она привет меня зовут юля мне 16 лет я живу в городе на бля буду она смотрит стримы мои причем мне еще нет 18 но я уже считаю себя взрослым я в отличие от своих ровесников четко решила чего хочу в этой жизни да я общаюсь с ними одноклассник ну мне кажется едет даже не 16 кто в 16 так выглядит мили в принципе сверстниками я не могу с ними нормально контактировать потому что у нас совершенно разные интересы у них более там такие интересы что надо потусить там мальчишки и так далее я хочу отучиться построить свое будущее и чтобы в дальнейшем в ничем не нуждаться w а что не так вот все сказала все правильно в чем проблема что случится неужели она забеременеет я не могу в поверить изумительно потрясающе восхитительно превосходяще у масса помрачительно я отличница настроена окончить школу с красным аттестатом с ним не все двери будут открыты и я смогу построить успешную карьеру погнали на набережную у нас на носу и контрольная простите а предыстория кто это блять это сифон и бородач может с рублевки в молодости кто я не понимаю кто это одноклассники почему нету про сюжета я никогда не списывал только только чуть-чуть мальчики не интересны на данный момент потому что главная учеба мальчика можно найти в любой момент а вот это учиться и будет сложновато можно уже половину забудешь школьной программы и так далее одноклассники надо мне подсмеиваются и так мальчики не интересуют ходит учиться блин примерная девочка называет ботаником как бы в эту сосиску врезался далее боже мой вот это сардалина но кстати в этот сосиска она такая сочная не очень вкусная одноклассники надо мне подсмеиваются и называют ботаником но меня это нисколько не задевает я посмеюсь когда у меня будет престижная работа они будут вести дворы в роли чем 9 классов факт заметили все кто ушел после 9 в итоге подметать дворы заметили кто идет есть кто сейчас в университете получает премию и поступить пищевой колледж на профессию повар-кондитер профессия повар-кондитер мне нравится тем то что можно придумывать всякие эксклюзивные дизайны смешивать эти разные вкусы находить новые вкусовые прелести и построить на этом свой бизнес уже сейчас я пробую готовить дома на кухне и в этом не помогает мама фу ебать я в эту дресню есть не стал я не могу увидеть как еда готовится мне плохо честно я не знаю я не виноват вообще я у мясо помните и готовил мясо блять филе куриное и вот эта штука вкусная когда ее приготовить вы реально в это верите это же шок или проводить время с ней это лучше чем до ночи бесцельно слоняться по улицам я уже даже знаю сколько мне нужно денег чтобы открыть свою кондитерскую ну или сначала хотя бы начать на дому делать а потом уже открывать что-то большое когда пойдут заказы в гору ты умничка молодец что мне делать дальше скрывай какао и высыпая потихонечку некоторые мои одноклассники я слышал их это мама или кто или это тетя или это уборщица я не понимаю сюжет где разговоры что не там блин мама задолбала там мама то мама это какая у меня плохая мама и так далее я знаю что это мама не пишите но я бы просто нам так никогда не сказала она совершенно не такая как другие родители ну вы сня как подружки такие лучшие подружки я могу и все рассказать мою маму зовут татьяна николаевна ей 38 лет она работает швеей мама родила в 22 и зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц юлю я приучила с детства чтобы она доверяла мне все свои секреты тайны там чтобы это не было где-то на стороне подружкам я также юлю приучила к тому что учеба должна у ней быть на первом месте мальчики и гулянки и все прочее это как бы на последующий план факт мы с мамой живем в комнатной квартире вдвоем потому что родители развелись когда мне было три года был момент с юлиным папой то есть когда он был под алкоголем тупо то есть у него было неадекватное поведение так и когда юлин папа поднял руку на меня то вот в тот момент я решила что юля не должна такого видеть причем поднять руку в состоянии алкогольного опьянения это не оправдание вы понимаете это в бездель нет это не да будет так потому что в детстве у меня тоже была с родителями такая ситуация но и как бы я не хотела чтобы у моего ребенка все это повторялось то что пережила я в детстве и поэтому пришли к тому что нужно разводиться моего папа звали олег владимирович он работал камень ну и мама выбрала какого-то блять да просто бандита посмотрите на эту фотографию посмотрите на кого похож пиздец же настройки после развода с мамой папа звел другую семью но у нас все равно были теплые отношения мама не запрещала нам встречаться три года назад него остановилось сердце папе был всего 41 год папа умер все он ушел из жизни во сне для меня это стало большим горем все внимательно я до сих пор с этим справиться и смириться не могу и до сих пор кажется что он позвонит позвонит ну все все не реви бывает лучший кучаю пойму вот видите такая что такое любовь к родителям даже несмотря на то что отец бил их она все равно вот а кто любит память об отце мама разрешила мне набить татуировку я и подумать не могла что в тату салоне где тусуются одни неформалы я встречу парня который перевернет мою жизнь с ног на голову как у тебя татуировок вообще на деле где-то 47 его как хромосклана забей его не это не очень смешно было да пошел ты нахуй может я сам разберусь что смешно чу нет а зовут ваня ему 23 года и он работает тату мастером опозорил имя вами зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц почему тебя пессимист на письме я стала перед образованный видно мне кажется что ваня не серьезный но его харизма и напор меня покорили я не знаю как у него получилось но ване удалось уговорить меня прогулять уроки и пойти с ним на свидание посмотрите сидит ребенок просто и пацан взрослая это прикол какой-то . он зацепил на темно что он такой кукарачил немножко тяж не интересовали парни с чем-то таким интересным в голове с одной стороны как ботаник с другой стороны такая милая женственная все она ни в каком месте пока что не женственная блять это это педофил настоящий самый мы вместе стали гулять каждый день я узнала что кроме тату ваня занимается паркуром читает рэп и выкладывает ролики в сеть мечта блин а кстати странно что он может вновь его? что бы никогда вела меня ну и кутка дано струбает твоя жизнь у этой милая тут мурат смой беру я венец а ты заклинчил я уже не могла отказать ведь я влюбилась по уши и очень скоро тетради с учебниками романтика смотришь беременна в 16 другие жизненные реалити большая новость проекты канала you будут выходить на новом youtube где там ты сможешь найти все новые выпуски поскольку мама моя лучшая подруга я сразу и рассказала про свои первые отношения но мама очень довольно сразу видим да и пригласила ваню к нам в гости бля это же это же посмотрите это вот посмотрите это тот самый парень с которым тебе сто процентов не разрешат встречаться родители сто процентов это же буквально эталон пригласила ваню к нам в гости первое впечатление у меня было вообще что это то есть как она там скала верлоге неформалов его выбор может подружат и чего-нибудь про зайдут что-нибудь подарят ну ты пора была права мамань дуться как-то далеко смотрите не заходите то есть понимаешь да прочее говорю взрослая жизнь там еще надо доучиться поступить в техникум получить профессию надеюсь что вы меня услышали все будет хорошо мама была не в восторге но она мне доверяет поэтому отпускала гулять с вами я очень это мне кажется всем бы запретили 16 лет с таким ваней встречаться нет мне кажется все бы скрывали то что они встречаются с таким ваней в 16 лет если бы они встречались нет они не видели знакомить к родителям когда у меня познакомиться своей семьей но оказалось что ваня вырос в детском доме у меня в принципе очень грустная история детства ну и вообще ну я ни капельки себя не жалею и я сам это не облюжалась вообще создавать ваня родился в городе чита своего отца никогда не видел он без вести пропавший а маму лишили родительских прав из алкоголизма так пятилетний ваня и его младшая сестра соня попали в детский дом потом где дом расформировали и брата села бакери на лице нет между ними оборвалась и сколько бы он не пытался найти все безуспешно младшую сестру я вот вообще не видел ее дочери будучи маленькая я был маленьким единственный человек по крови вот родной остался 18 лет ваня выпустился из детдома и узнал что мама нет живых от государства он получил квартиру но тут же нашлись мошенники которые обманом забрали его квадратные метры оказавшись без крыши над головой и без родных людей ваня решил уехать из щиты и отправился колесить автостопом по россии со своим другом в поисках нового дома не бать ну хоть друг был спасибо а то так не квартиры вообще ни черта нет ну вот вы когда попали уже в новосибирск к тому времени уже был конец почти сентября уже было холодно и мы такие типа блин ходу мы дальше никуда не пойдем и все и вот как-то остались здесь жить новосибирске ваня живет уже два года снимает комнату в общежитии со своим лучшим другом ведь и вот это конечно же духа ёбнутая а почему них на замках все это это в общагах так ему 25 лет с ним они вместе приехали из щиты он тоже выпускник детдома вау вот мы свете с момента нашего знакомства ну прям стали такие названные братья мы типа вот уже буквально больше десяти лет там нога в ногу у нас с вами очень да мы тоже спас нами также время проводим типа выходим давайте в суефа поиграем пацаны сегодня давай выходим чисто два часа границу его близкие теплые отношения мы всегда друг друга поддерживаем то есть в любой ситуации чтобы не произошло и то есть ближе чем ваня у меня друга никогда наверно не было не будет были реально мужская дружба первое время мне нравилось тусить с ними втроем но потом их ребячество мне быстро надоело несмотря на то что вани старше меня я чувствую что в наших с ним отношения взрослая я а он ребенок у него нет никаких планов на будущее нет серьезного отношения к жизни просто живу одним днем я так привык жить и всегда так жил кажется и к жил мне ваня тоже относится не серьезно да тебе потому что 13 ему 23 он может пропасть в виде на несколько дней не брать рук вот они вот они вот так они си вот так блять мы проводим с саньком время по стримов ну да и что и не отвечать на мой да ребят ну 16 но она выглядит просто на 13 взгляните это же ужас и сообщение черноте название да я чутку да знаю я бы тогда откуда знаю меня блин здесь катка блять valorant ёбан так вообще не смог на самом деле ты себя ведешь как каблук у меня просто такое ощущение что она ты как будто ее собственность вот так она себя ведет из-за том что позвонила бесит вот этот контроль еще гиперопеку я не привык спрашивать можно сходить на улицу я хочу я стою и иду юля малолетка если говорить ой мне кстати кажется лет в 16 вообще такие сломанные отношения типа ну то есть вот когда вот у чуваков первое отношение они скорее всего руководствуются тем что насмотрелись в интернетах и на фильмах на всяких типа знаете и если что-то идет не так они прям думают блять в смысле там не так я уверен что сто процентов пар расстаются которые были встречаются в детстве из-за того что у них разрушается просто вот идеал их как они думали что будет там пацаны думали что будет я не знаю как в такийском гуля типа знаете типа ты такой приходишь школу мрачный и находится девчонка который такая блин да ты лучший и ты всегда вот так мрачно сидишь она тебе просто мурчит рядом ножки скидывает а девочки думали что будет как в рапунцель он зарезет ради тебя на башню будет на руках носить пересечет пол континента из-за себя то я ахуй то бы с тобой вы даже не связался ну юлины отношения с вами мне кажется это просто ну она очередной прохожий человек который так пришел ушел то есть они долго стоять его не продлятся мне кажется видео тянет ваню вниз они как среди санюши какую-то чушь творят и на свете такой подстрекатель и так скажем как меня вообще угораздило влюбиться в ваню всегда же знала что таких парней надо обходить стороной но я уже влипла ведь я жду ребенка как моя хорошая ну как ну твою мать но он же в компьютерном клубе пропадал сука с утра до вечера по пути что ли стрельнул в окно блять или как я требовательна избалованная капризная так оно и есть а где мои суши просил суши заказать грубо сихом 100 карина сталкиваюсь каждый день почему я должна бесплатно мыть свою собаку на ебать почему я бесплатно вот за вот ребят кто пойдет выносить мусор спрашиваем у мамы почему я бесплатно должна делать и говорим насколько сильно у вас блять шапалах на шее после этого но это как будто надо посмотреть в новом выпуске чадо из ада те вообще туалет ладно спасибо мою маму тронула история вани про детский дом теперь она стала готовить на троих и разрешила ему приходить к нам в гости каждый день вот эта история но просто если задуматься насколько чел образован что вот он перепутал пессимист и оптимист если это не ров мы с детства она ее зацепила потому что мама тоже достаточно такой сентиментальный человек то есть ей всех жалко как мне то есть пожалеть надо но уходя на работу она не знает что мы с вами не просто пьем чай он стал моим первым парнем я даже не поняла как это все произошло получается это было совершенно спонтанно первый раз во время нашей близости мы не предохранялись но далее мы всегда предохранялись юль привет привет нам о ваня привет здравствуйте чё как дела у вас да все хорошо больше как тоже нормально с работы кушали да мы перекусили да даже чайку не пойдете попить но сейчас идти у меня через полчаса клиенту татуировку то что другой раз ну ладно я-то пойду поем я просто с работы вот и это кушать хочу пойдем пройдешь как раз маму чайку меня настораживает то что они остаются дома одни может быть они мамань вы вообще просто замечательная женщина отпустили 16-летнюю девочку с татуированным таким и сексом занимаются запретить я не могу в силу того что я всегда на работе я поговорю с юлей и думаю она услышит мои слова но и к этому не приведет ну вы очень умно умно поступаете когда вы решаетесь похватиться за это когда у вас уже все вылетело из рук как можно довести до того что ребенок в 16 лет вас не слушается все глазки в пол просто рассказывай внучку надо что-то было у вас что ты . то самое ну я надеюсь вы предохранялись конечно то есть говорить предупреждать не надо к чему это приводит и надо аттестат получить закончить девятый класс все хорошо мы предохраняемся ты ешь лучше я пойду правда наверное уроки поделаю к экзаменам буду готовиться приятного аппетита спасибо спасибо все недели меня тошнит это состояние меня очень выматывает я даже школу ходить не могу бля неужели просто с первого раза она залетела я в шоке я вахуй о боже уже много уроков пропустила но никакие таблетки не помогают повезло да вообще блин лак полный юля да иди покушай я тут приготовила тебе до сих пор тошнит мама alarm я пойду до аптеки возьму тест сделаем зачем как что значит зачем еще хорошо да нет нехорошо на ладность это будет спокойнее давай сделаем неспокойнее а вообще надо выяснить что это за тошнота такая я уверена что отравилась потому что когда я отравлюсь меня всегда дольше всех тошнит то есть условно если мама там отпускает через два-три дня то меня может и неделю и две мама ушла в аптеку покупать тест на беременность я не стала сопротивляться хотя уверена что тест ничего не покажет согласилась только потому чтобы успокоить маму явлю я знаю наизусть и увидев ее вот эти взгляд и вот она если что занималась сексом и беременная у меня у меня уже средний возраст чата выше чем тот возраст на который она выглядит ады я поняла что происходит что-то не так естественно я не дура я решила проверить все это сразу на месте юль ну что у тебя там юля маму меня два блять ну и что показывай юль пошли хочу за маты чё за маты есть показал две полоски как меня так угораздило я в шоке ну и чё юль чё делать будем чё за прикол то были разговоры по моему по этому поводу или нет чё за молчание такое денег не было на презервативы или чё надо было подойти я бы дала чё щас вот делать с этим просто не мне не знаешь и я не знаю прикинь где ваня твой этот теперь на работе он до скольки он будет работать придет я вырву я тебе говорю прям это сто процентов и костра давай иди не беси меня я вообще взорвет просто мозг иван кастрат уходи сейчас пустота в голове уходи что делать и как жить дальше сделать аборт нужно потом общение детей короче я в замешательстве таком возрасте это вообще для меня непонятно то ей мальчики не нужны были у нее была учеба на первом блин я не понимаю да неужели сейчас если сделать аборт то вообще не им не будешь иметь детей что за блять входит вот это вот история какая-то непонятная проверь нет конечно это пиздёж в плане как так вышло я не знаю сейчас людям стыдно в глаза смотреть просто какая беременность она похожий голор у нее похож на какую-то актрису из реальных пацанов головой надо было соображать вообще или нет обидно что вместо того чтобы меня поддерживать мама кричит если она также будет орать на ваню он точно бросит меня и тогда я вообще останусь одна я решила не дожидаясь вечера прямо сейчас поехать к ванне и все ему рассказать ваня как у на хуе час там сена из наруто ваня я поговорим привет что не зря меня тошнило что случилось я беременна дону это сделал да мама когда сделать на всякий случай проверить да мама сделала один по что он браком не знают вообще как так могло получиться ничего не понимаю юльдора раньше времени пришивать восходим в поликлинику куда-то на усе давай ну а если подтвердиться ну что подтвердить будем рожать он так спокойно отреагировал как будто ничего так ну не произошло у него же порядке вещей у него же нету у него же нету института воспитания он даже не понимает наверное что это безравственно в 23 когда ты еще на ноги не стал рожать он же вообще наверно не уже очень по и как жизнь жить типа он даже к этому относится вот так по приколу просто ну давай чё как вчерашний тот прикольно дети кайф-драйв я в шоке я от вообще не понимаю что бабы сразу кипиш наводит может там вообще нет никакой беременности может он просто отправилась это в натуре и блять кипишнула зря нахуй тест вообще вовсе бракованный мама настояла чтобы я сделала узи мне кажется она надеется что беременность и подтвердиться я попросила ваню взять выходной и пойти с нами в больнице здравствуйте здравствуй ну и чё ты хочешь сказать что хочу сказать чё вы нервничаете все смысле нервничать чё закипишь бля чё тут не тебя предупреждали или чё я говорила уже еще не точно один ты все сделали надо мы головой думать маленько или чего чем ты думал этим местом что ли ну нет нет а чем я те выру там можно есть но я давать еще раз нет не было или чё надо было подойти были ну а как так вышло то объясни мне да я сплю вижу как он подходит к ее маме и горит сушки цвет есть наварик на призике занять ну там до вторника такая жизнь ничего не понятно ничего реально самом деле успокойтесь давайте еще один тест посмотрим зачем он нужен еще один мы сейчас ходим посмотрим на узи понятно ну и так даже часто что нервничать все ладно пошли сходим сейчас посмотрим что будет у вани конечно хоть ему и 23 года но мне кажется у него развития как у юли на 16 хотя юля мне кажется по умнее даже будет в плане размышления да мы сделали тест он у нас положительный и хотели бы узнать но тест не может да да ну что плодные цех полости матки тут все хорошо медленно съесть новости я вижу два плодных яйца x2 чего что у вас двойня вот смотрите видите сердечко бьется ебать ее раздует 16 лет нахуй вы чё все у вас отлично этот радостный справа сидит а вот это ты хочешь сказать мне прикол хочет тескать он как якобс монарх два в одном вот это да они реально такие две маленькие горошинки на экране еще каждый в своем домике короче я не откажусь от ребенка короче нахуй этот аборт да больше лучше прикольно так как сам был сиротой не хочу будущего для своих детей такого аборте тоже против абортов вообще как я могу сказать дочь ну и он сиротой был не просто так у него мать была пьющая отец непонятно кем так что он сиротой был не просто так как раз таки из-за того что из-за халатных из-за халатных родителей которым было вот так вот похуй и вот этого он не понимает переделать аборт час никаких вообще мысли об аборте даже нету то есть два ребенка по-любому мы их сохраняем поднимем воспитаем вырастим то есть вообще без проблем даже если ваня куда-то уедет исчезнет пропадет ну как бы это не проблема ваня может быть ты тогда переедешь к нам чтобы уже как бы и жить начинали там зачем тебе деньги платить за съем ну в принципе не против то логично ладно на самом деле ваня гений он просто вы всегда вот девушка забеременела до чтобы удержать так сказать улов а тут ванек просто жилплощадь хотел залутать чтобы денег побольше было вот так вот вот так вот умомск давай так ты мне создаешь обещание что ты работаешь приносишь деньги в семью и как бы ну вообще вы как-то серьезно относим ко всему обещаю вот я вас не подведу может когда он переедет к нам увидит семью отношение какое-то к себе начнет вести себя по-другому я очень рада что мы с вами будем уже наконец-то жить вместе я очень рада что мама сама предложила не переехать к нам значит не все там какая-то девочка которая прошлый выпуск была помните блин не помню ну короче олеся да 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 олеся вот там сказали что она с парнем да все дела она на самом деле рассталась там я смотрел какие-то какую-то инфу рассталась она а то я думал блять что-то прикольно все они с парнями заканчивают все у них семья полная прикол вообще пиздец хайп потеряно уже неделю мы с вами живем вместе с появлением мужчины в нашем доме прежде привычный быт теперь далек от да мужчина вот это да need for speed мужчина у вас в доме появился теперь каждый день с двух до шести он играет не творит на ноутбуке не хватало такой мужской руки дома неаккуратно сложивающий да забыл служить грязный вы взрослый но постираем несложно это все понимаю что у вани тяжело сейчас адаптироваться к такой семейной жизни ну так бесит и вот этот неряшливость стой она грязная у меня на тренировку сегодня пойду свечу опять ну да у нас так-то сегодня тренировка сегодня мы с ним уже договорились я уже устал от твоих тренировок надо что ли графе какой придумаем это постоянно на этих тренировках тренировки 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 же надо развиваться то есть еще тренировки по counter-strike я бы смотреть вставляем график от насчет работы что думаешь нет ты же обещал что-то время пойду на работу чуть-чуть подожди ну вот на тренировке ты находишь время вторую работу ведь у тебя нет времени ну ведь мы тоже вообще-то как семья тоже нужно с ними проводить мне очень обидно что вани меняет меня на каких-то друзей прыжки потому что я нашла первых двоих детей сразу это блять ну вообще во первых да то что ты носишь двоих детей это ваша общая заслуга блять во первых во вторых чел с детдома вырос один степом конечно он будет с ним не разлива да вы чё не очень легко вы чё блять к чему тут удивление вот и нелегко выносить тем более двоих сложная работа и мне хочется чтобы фаня был рядом чтобы помогал мне заботился обо мне там подавал чай не знаю просто был рядом мы составили график по которому ваня два раза в неделю будет ходить тренироваться а все остальное время уделять мне и поиск график ладно нахуй вы морской бой играть я не по работе верю что график научит его дисциплине не вот этот с графиком она придумала это вообще жесть типа вообще она теперь у меня какие-то рамки загоняет я вообще у меня не было такого чтоб я по графику ходил тренироваться я захотел шоу-то не рвался даже захотел в школу не пошел просто называется дисциплина тренироваться а тут график жестко вот это трюк ебать как называется юля беременна чё убираешь на тоге даже малолетки 16 лет ну а как вот он зидома и этот зидома и этот говорит блять то что я их оставлю я же здесь дома а этот понимает то что это пиздец а на тренировке и можно узнать место где таким трюком мучат блять чтобы это место чуть-чуть так сказать под напрячь пацанов забьешь я сам не знаю ничего пойдем тогда уж раз такая новость выпьем посидим как бы у ваня своя голова на плечах и я не вправе его за это осуждать но двойня в таком возрасте особенно в ее возрасте но это перебор я не знаю как они будут общая свою семью тянуть а что они будут тянуть ну хуй знает на часик потянут выпуска а потом уже путь сами справляются вы думаете чего анечка там останешься ли семье да хуй там плавал сидеть дома одной скучно поэтому пока ваня на тренировке я договорилась встретиться с подругой яны хоть немного развею загадочная блять я на тоже на 14 выглядит а думаем даже не 16 если честно чё-то времена чё-то бля это this face you know вот это именно она блять да я в роблоксе в adopt me такого блять яйцо выстрела у меня будет перри прикинь а ты про это сделать рожать что ты чё на какие деньги вы собрались родителей нужно воспитывать одевать кормить я тебя еще больше удивлю у меня двойня пиздец она все моты организма заюзала справа чё вообще шутишь нет а ваня не самый лучший вариант чтобы быть отцом это нормально он чё так не любить почему у них вот друзья понимают головой все нормально а вот эти два ебаната ну как как how ау я не знаю я бы на твоем месте сделала аборт что какой аборт одного ребенка сложно убить и тут сразу двое какой-то знак судьбы наверно ну это вообще от кого от кого тебя все такого не ожидала от вани в таком возрасте нет ужас ваня на ситуировках вечно какие-то это вырастет красиво будет овки где-то вы бизнес в ум он будет кать отдохнуть или совсем не такая этого не просто дурак поддержки я не получила и расстроенная вернулась домой это что график чего график когда ваня свете ходит прыгать и когда он проводит время со мной прекрасно то есть детей делать он взрослый да а мне не могу на улицу смотреть для на ребенок мог бы подработать это просто кит пусть я какую-то найти я не знаю они прыжками вот этими заниматься ты потом что будешь ночами сидеть а он будет прыгать что ли ходить ты не а как это будет я с ним поговорю конечно поговори уже должна быть какая-то у него ответственность ты вообще спокойно как-то к этому относишься надо ставить ему ультиматум какой-то либо семья либо прыжки придет я поговорю с ним так время пол одиннадцатого когда он придет где он опять шарится да у него витя на первом плане разговаривай это не дело потому что мама конечно же права что они надо искать работу более оплачиваю не я уверен чел нездоровый просто но это лицо смотришь на это ребенок даже вообще никак не даже более невозможно это никак воспринимать это именно это именно преступление блять целенаправленное сто процентов вы чё прошлые выпуски блять тоже пиздец но там людям хотя бы было на вид 16 это вот это ребенок и хорошую ну блин мы только начали жить вместе как бы не хочется его спутнуть но при этом не хочется чтобы все легло на плечи моей мамы я устала отмазывать ваню пока он развлекается у меня ощущение что сейчас 16 блять выглядят а вокруг против него вам показать как шестнадцать выглядят я же покажу вот шестнадцать выглядят как есть реально шестнадцать ну блять а вот это двенадцать четырнадцать только ему плевать а все высказывают мне поскорей бы он вернулся домой так узнаешь но я так на скидку график составил да график гуляний с кем и когда ты вообще уверен что ты вывезешь все тут вижу ну а чем не буду хавать все это не ну ты сейчас так резко к ней переехал туда-сюда там плюс ее мать и как бы вы можете не сойтись характером просто на пост она тебе еще плюс на фоне беременности будет пилить ну что я мог сделать бросить и оставить беременный блять вы могли сделать аборт ребят ну правда у вас там вы заспотали беременность только-только она стукнула вы чё вообще дуру гоните какую-то как-никак мои дети я тебе не говорю что ты должен кого-то бросать не я просто в ахуе пятый выпуск подряд даже речи об аборте не заходят детям жизнь портят блять в 16 лет вы что вообще ёбнулись вообще что-то еще но ты как бы просто тоже не забывай потому что мы с тобой кенты с детства можно сказать как братья поэтому переживай хотя бы молеешься уделять про тебя не забуду как-никак братья что-то меня на первом месте все остальное потом представляю опять домой приду опять начну пилить то что пиво пив ты же должен понимать что так не должно быть ну типа ты же мужик всегда жил так когда захотел приходил пил 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 я переживаю что наша дружба с вами может в какой-то момент оборваться ну вот эти вот графики беспонтовые этого или придумал какие-то вот эти вот слежки за ним там я не знаю пусть gps навигатор куда-нибудь приклеить чтобы вообще точно даже в яме какой-нибудь найти но это это реально в этом мне кажется ее все малолетняя жизнь проявляется задумчивый вайп и что там пьяный ваня да угадал 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 мы чит корова сука чё вообще стыке был я вижу какую приведу обдогрел или чё ваня вообще воняет за километр и все ты беременная мне как спать с тобой ваня вставай ты чё лежа мама проснется ваня встал как я сейчас с тобой спать буду тебя воняет он носит кроссовки на голые ноги блять моральный урод как я спать буду тебя воняет в натуре л какой ковер ваня разуващись мама проснется от шума вообще никого не уважаешь вставай ваня чё такое-то позорник ну и чё это такое опять я не поняла щас алё алё чё набуханный опять не он просто пил 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 и в итоге блять напил все или чё тебе реально было сказано ты куда шары то свои заливаешь то закатывает шары то заливает блять у ванька проблемы с шарами короче вот в чем дело понимаешь что дети будут или нет я чё речь отказала да спит он короче спать я не знаю просто он не вменяемый вот чего я и опасалась да не в тебя и мы человек пошел на тренировку обманул обманул бля как мне нравится налог на букву л в этом выпуске вот это да пришел пьяный какие-то графики какие тут графики можно составлять никаких графиков вот факт на ли все буква все буквы л из этого выпуска у меня в чате вот так но это конечно не уважительно ко мне по отношению с его стороны потому что ну я отпустила на тренировку он пришел буквально сейчас меня тем более я беременную но какое-то несерьезное отношение пом 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 эту ночь я почти не спала вчерашняя выход к вани меня очень расстроила так что тут у нас нет вань сейчас пять минут надо блин папа по этот по и по ернчите меня потом прощу тебя хорошо сейчас подожди они пожалуйста прости опять напился выпили немножко он предложил я же не знал что как раз мутают и что они будут предлагать каждый раз ты будешь каждый раз пить я не пил я же пришел думаю не где-то там гулял ли вы думали ему не пил ведь остался еще вот где-то гулял и оставался нет видишь все равно я понимаю что он домой к тебе он и пиццу это так не знал что мне только разопрет гости пожалуйста ладно последний раз спасибо а это тип любишь красить и ухаживать за собой интеграшечка beauty бог во всего лишь нужно забеременеть 16 ой бля мне как раз нужно было тушь в бы корме зная ой крем мой любимый нет нет вот так покажи скажу так любимый крем твой все я тебя простил все это молодец ну пусть ты и пил но я тебя простил очень красиво ну круто я верю что ваня изменится потому что другой ну сто процентов за кого себя выдает привить и особенно после этого вашего бьюти в ухо при этом хочется казаться таким мужиком но не такой мужик но не такой давай иди твоя лапшичка любимая с котлетой вкусненько умерла спасибо оба токсикоз это конец всему это отвратительное состояние все время хочется спать я ничего не могу есть только яблоки или какую-нибудь капусту ну кстати да это макароны лапшичка это длинная сапельки если вообще дай бог я ее поем если это не выйдет все обратно тамара ивановна да здравствуйте доната у нее раздвоение произошло в районе яйцеклетки представляете не знаем что с этим делать плохо плохо по состоянию здоровья заболела до заболела поняла хорошо и когда ее ждать здесь должен быть трек заболел но не тобой заболел но не тобой то тоже без л заболел но не тобой ну не знаю как поправиться так и обязательно придет сразу ну вот сейчас здоровье поправим и будет обязательно ходить конечно мне не нравится что с учебой сейчас такие до сложности происходят но раз мы решили оставить детей надо как-то и мамаша вы вы шокируете просто вы такое чувство что вы вообще ну башкой не думаете вот бля я не знаю от начала до конца от того момента когда вы просто посадил перед вами ваш ребенок 16 летний как вы говорите у вас отношения дружеские посадил перед собой перед вами и перед собой 23 23 23 лет не татуированная блять пил я не знаю даже если вы подружки подружки бы ей сказали ты чё ёбнулась что ли как его зовут юлька ты там по с ума сходила учебу продолжить и детьми тоже заниматься юль сейчас звонила учительница по поводу того что ты не ходишь в школу прям совсем тяжело тебе мне хочется только спать и все слушай чем может мы перейдем на дистанционное обучение тогда долго же мы не сможем это скрывать да понятное дело но как раз хотела тебе предложить потому что ближайшие два месяца точно не смогу ходить ближе два месяца точно не смогу сходить а потом остальнейшие шесть месяцев точно стопудово не смогу ходить так ночью я тогда схожу в школу все проект разузнаю но и будем тогда если это возможно на дистанционном обучаться я очень рада что вам и предложила перейти сама мне на дистанционное обучение потому что мне во первых сейчас очень сильно плохо во вторых будут лишние обсуждения за спиной мне сейчас переживать нельзя плюс будет расти живот мне будет тяжело ходить сидеть за партой блять такая умная рассудительная девочка и с пузом ну ну и вообще как бы проще будет дома вот она звезда хорошие какие увидите уволили одного пацана вот он поговорил за меня там надо за шаги ухаживать играть там хорош кстати у тебя все что свете все заканчивается плохо ну солнце я туда иду работать зарабатывать деньги и график меня вообще вполне устраивает мы будем больше времени с тобой против ты хотела будешь там чё попало делать вот я еще даже работать не начал тоже начинаешь ну что я знаю тебя и знаю витю что вы вместе делаете я конечно очень рада за ваню что он нашел себе работу что будет приносить денежки домой но опять же таки меня смущает что эта работа с витей не знаю муж сегодня мне первый скрининг к сожалению ваня не смог пойти со мной у него первый рабочий день поэтому поддержать меня я попросила маму по размерам малыши друг от друга сильно не отстают никто никого не опережать что очень важно при двойне можете какие-нибудь витамины посоветовать у нее лошадь для беременных самое важное в первом триместре это прием фолиевой кислоты что профилактирует любые пороки развития плодов самое главное поэтому я думаю на данный момент достаточно будет приема фолиевой кислоты спасибо пожалуйста я рада что с малышами все в порядке но больше мне сейчас волнует как там ваня на своей новой работе не нравится что у него будет дополнительный доход но совсем не нравится что теперь каждый день он будет видеться с витей надеюсь у него хватит мозгов не устраивает тусовку на рабочем месте блин братан спасибо тебе очень огромное за работу теперь хоть зарабатывать был нормально да как бы не за что зато теперь будем чаще видеть не то что по этому графику непонятно ну что не привык просто к жизни я пытаюсь адаптироваться вообще ничего не получается просто образ жизни да ты не парься когда ты слишком загоняешься по этому поводу пойдем лучше да нет у меня сегодня братан или перу скринки не хочу облажать да да ты не парься когда ты слишком загоняешься по этому поводу пойдем лучше что пойдем лучше что припрятали у меня сегодня братан или перу скринки не хочу облажать на лучше работать но пошли тогда работать один я не собираюсь пить на работе так как я все осознал и я пообещал еле то что я больше пить не буду ванну что рассказывает а меня взяли на работу там еще там классно там круто слушай сразу там еще киса блять а вы не заметили какая ты киса а курва кисик кисик я бы эту ножку курину отпиздил я бы врезался в этот гречку и более я бы прыгнул на этот огурец такс почему я именно про огурцы сказал ну почему я именно про огурец сказал прыгнул ну что за хуйня диппенс иди ты нахуй дебила еще громко заплачу и будем думать над именами но я уж если честно придумала для мальчика так не понял мне же олег сегодня кидал скин ножки нет не надо а ты думал но я только думал насчет девочки это слив имя то софия это в честь сестры без о да сфия просто прикольная рулетка были ну вырегнули конечно мама в довольна прямо же был не против прекрасно я хочу назвать софи чтобы просто напоминала сестре так как мне и очень сильно не хватает софия красиво имя ну да такое знаете как в ассасин скрита вот у этого первую девушку звали софия нет или вторую бля не помню или екатерина бля запамятовал ребят давно играл мама договорилась в школе о том чтобы меня перевели на домашнее обучение теперь я целыми днями сижу в четырех стенах мама и ваня как это называется ваша ебаная дресня это а как это пирс баб антин бля как это баб это дрянь бабл ти да 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 что это такое и почему это так любят объясните бабл тин ваш баб анти это короче с говном крови чувак блять слезов вот как ты можешь писать чат вообще как те допускают чай желе фу что-то не очень меня от него тошнит надо не знаю не внушает доверия и обучение теперь я целыми днями сижу в четырех стенах мама и ваня на работе никакого общения тоска жуткая хорошо что у меня есть подруга с которой я могу посплетнить они 6 к стоит чего и узнать новости вот этот стакан нет пола чё ты как вообще-то не как все дома сижу одна скучаю вечно эти учебники ну как одна втроем на свои шучу это стрэпселс мне кажется мне горло заболит чтобы даже в школу бы вышел не станет я не поболтала бы у тебя столько скучно пики пончики на продавай так чтобы печь пики пончики звучит как имя блять для пета в геншине пики пончик пончики надо окончить колледж получить профессию и вещи со своим надо сделать окончить зачем сейчас только вариантов только курсов на курсе это дорого слушай да блин вот каперы очень курс хороший выпускают прямо не знаю заходи бери хочешь не бери блять хочешь не горюй да короче а ваня также ваня который может оплатить тебе курс но он же устроился в конюшню не знаю сколько получит первую зарплату конюшню да бля как конюшня звучит солидно да это было там нет я панически боюсь лошадей ты что ты где работаешь в конюшне я хайбаля парень работает в конюшне ты думаешь чем тебе заняться поехали туда съездим посмотрим лошадей боюсь так мы не будем к ним подходить просто посмотрим не было еще ни разу вани на новой работе потому что во первых мучил токсикоз да и в принципе я боюсь лошадей я думаю с янами не будет так страшно там находиться когда страшно там находиться на вот этом автобусе катался жм родники так это ломачовский пригородный паспростор неужели не будет ни одного человека который напишет ооо это я тут жил это я тут живу а есть одна один закон знаете у если ты стример у которого там от 1000 онлайн от полтора лет двух и любое место ты в россии покажешь покажешь и в чате найдется тот кто напишет ооо это мое это это бля я да я тут рау это мой район когда мы приехали в конюшню и она пошла делать фото с лошадьми а я сразу искать ваню привет солнце как у себя дела тут алкогольным так сказать козел прибодрил меня немного выпили чё ты же обещал бросить печь а за прикол у тебя начались на работе можно немножко какой на работе ты на работе пришел работать я работаю но я вижу как ты работаешь ведь его спаиваешь почему я успаил чё ему уже нельзя выпить нет я беременная что это такое я же вы не заставляю выпить как понять не заставляешь ты по-любому его подначил почему ты чё угораешь блин ты чё его пилишь меня сейчас пили у него сидим выпиваем работаем чуть и надо смысле чем не надо я беременная ты неадекватный или чё всё дай в ухо и а это нормально то что ты ему какой-то график придумала ну чё тебе такая разница ебать что а это нормально то что ты ему какой-то график придумала это борж он мой друг в конце концов я тоже хочу с ним время породить а это мой будущий муж у него семья так скоро будет и дети ну как то он не должен сто 24 на 7 на христа наш наш пишет надо будет 24 на 7 будет сон фанат бля доходи до чего ты сюда пришла в смысле для чего тебя вообще-то волновать не должно ты же на работу к нам пришла мы сидим бля сколько я кью потерял уже от этого дела скажите мне пожалуйста 20 30 сколько им выпиваем тел доказывает что они на работе сидят выпивать все нормально блять вторая сидит доказывает что он не пилит никого он пришел сюда работать не пиво пить с тобой сидеть ты наверное сюда специально пришел пить пиво с ним улича я вижу как ты работаешь совсем обнаглеил или чё обнаглеил беременными нельзя волноваться и нервничать а ты пьешь хотя обещал больше не пить как понять не волнуйся ты пройдешь опять пьяным вот в этом дебильном состоянии будешь дышать меня своим перегаром это нормально отвечаем не чё не А в ответку дать у Ромаваши. Ой, блядь, пиздец. Я вообще просто стою. И не могу ничего сказать. Она мне еще и вырезала. Этим самым понедельник. Повтор будет в схватке этого хука ебнутого? Собирай вещи, и что ты молчишь стоишь? Сказать нечего. Нечего. Старик, он даже не уклонялся. Вы же не видели, ребята. Слепые, что ли? Смотри. Посмотрите. Смотрите. Таи, бля. Собирай вещи, и уходи к Вите жить. Я вообще просто стою и не могу ничего сказать. Она мне еще и вырезала. Этим самым понедельником Юля меня, он в принципе... Довела до слез. Да, я вот так вот признаюсь честно. Мужчины плачут. Снижает перед братом. Он видит это все со стороны, и это выглядит как подкаблучник. Конечно. Что? Прошу прощения. Это что, блядь? Какое-то разновидное заклинание в Гарри Поттере? Подкаблучник... Конечно, я начала орать. Это все со стороны, и это выглядит как подкаблучник. Конечно, я начала орать и буду учатся. А Витя так вообще, мне хотелось ему тоже по башке настучать. Вообще, обнаглел так разговаривать. Боевая, блядь. Бои баба наша, блядь, даааа. Я не знаю, что делать, я в растерянности. Я подавлена. У меня уже нет ни сил, ни желания выгораживать Ваню. Пиво открыл в моменте. Ты че такая красная? Тань, ну ничего. Да попиздилась. В конюшне там против одного жеребца выскочила. Ты рассказывай. Рассказывай, рассказывай. Да Ваня сегодня с Яной ездили к нему на конюшню. Я прихожу, они с Витей пьют. Отправила к Вите ночевать. Сказала, чтоб домой не приходил. Совсем обнаглел, уже на работе пьет. Кружка с ВБ, ВБ Султан. Ты лобоеб? Это подарили? Шеф всегда прав. Он мне вообще ничего не думает, да, головой своей? Видимо, не думает, я уже не знаю. Так ты ж не шеф. И че нахуй? Зато прав всегда. Че делаете? Ну как мы его вразумим? Я уже не знаю, честно. Не знаю, может... Бля, нежечка. Мой модератор пишет. Мой шеф. Бля, ладно. За подлительничество еще минус 5% за оплату. Значит ему сумму, допустим, на первое время, что нужно детям. Список. Давай составим, что нам необходимо для детей. И может быть он увидит, когда и, ну, маленько начнет как-то относиться по-другому. Осознанно. Не знаю, я не могу сухую еду есть. И, знаете, вот рис просто с котлетой, просто гречка, просто, знаете, с ножкой или там просто... Короче, ну, мне нужен либо салатик такой, знаете, чтобы он был такой, поняли, овощи, сок овощной. Либо подлив какой-то. Поняли? Ну, я не могу прям сухую хуярить. Поняли? Да, и, ну, маленько начнет как-то относиться по-другому. Осознанность какая-то придет к нему. Может быть, а может быть и нет. Мы составили список. И вышла кругленькая сумма. 90 тысяч рублей. И это мы вписали только самое необходимое. Ну-ка, простите. Давайте. 90 тысяч рублей. И это мы вписали только самое необходимое. Эээ, коляска 40 тысяч... Коляска 40 тысяч? ПАПААААА, ГДЕ ТЫ БЫЛ? Коляска купить. Где мы будем покупать? Озон, нахуй. Ну, вы чё, епт? Вон, смотри, 24-12. Каких 40, блядь? Ещё 35 себе. Не буду я на ВБ смотреть коляску! ВБ-предатель. Слушай, это уже... Это уже все границы переходят, блядь, дурак. ВБ-предатель, блядь. Универсальная модульная коляска Четыре в одном, блядь Автокресло, переноска, сука Тринадцать тысяч всего лишь Всего лишь я сказал Сейчас начнется, блядь Кроватки, двадцать тысяч Матрасики Я не понимаю Сиреники, какики, блядь, будут еще здесь в этом списке? Че за... А, все же на двоих, ребят, для двойни ВБ-изменщик О, боже, блядь Это просто вообще посолить на этот чат Придумай рифму на слово матрасики Слушай, блядь, ладно Слепзофу надо профилактический дать, блядь Обходимое Комплекты по Всплеску Балдахон, блядь Бутылочки, соски Пеленки Расчлен... Расп... Понятно, короче, уже ничего не помню Вообще, просто Я вообще не понимаю, как можно напиться на работе Где он возьмет такую сумму денег Девяносто тысяч Ну, распашонка Я не знаю, че Надо разговаривать с ним Пусть думает Я не знаю, где он их будет брать Я давать точно не буду Я считаю, что выставить Ване счет Это отличная идея Надеюсь, что После того, как мы выставим ему счет Да, блин, надеюсь, ему не будет похуй Типа в 23 года Беспризорнику На счет на ваш Он начнет думать и начнет... Он вообще никак не связан Вообще не юридически Ничем не связан Суетиться, чтобы находить деньги Иначе я не знаю, что с ним делать Ваня вернулся только на следующий день Пора нам серьезно поговорить Прости, пожалуйста Ты вообще где был всю ночь? Я у Вити ничего Ты же мне СМА сказал не приходить И че? Я тебе впервые сейчас скажу спрыгнуть Ты пойдешь спрыгнешь? Я понимаю, что просто очень тяжело адаптироваться Я вообще ни разу не живу Семейной жизнью Я всегда думал Как мне два дня-то протянуть Надо, Ваня, учиться адаптироваться У тебя скоро будут дети уже Я понимаю Я вижу, как ты понимаешь Би-и-и Би-и-и Би-и-и, бля-и-и, бля-и-и, бля-и-и Вообще уволили Ну вы бы еще пили, сука Прям вообще перед начальником Просто Ты огорала то, что мы пьянникам Нас услышали Все, и нам просто сказали Все, типа, идите отсюда Ну так, Ваня, вообще-то пить не надо Чтоб вас с работы не увольняли Логично, нет? Я вполне такого и ожидала Что его уволят из-за Вити, из-за алкоголя Как ему вообще не стыда Там, незнакомые ему люди Он только пришел, только устроился Ну, у человека ничего нет Ни стыда, ни совести О, мама пришла Готовься Да, мам Привет Че мы дома не ночевали? Ну, может, уже знаете, почему я не ночевала Конечно, знаю, конечно И че ты думаешь? Тетя, Тань, дайте мне последний шанс Сейчас, подожди, я тебе покажу, короче О, блядь Ще будет бой на перчатках, сука Вот Видишь, сколько всего надо? Коляска, кроватки, матрасы Где ты их будешь брать? Работать буду Где ты будешь работать и когда? Вопрос Завтра же буду искать другую работу Давай, думай что-нибудь, решай Я уже устала реально разговаривать с тобой Все, Юль, я пошла, бесполезно говорить, я устала Конечно, я бы его сейчас вышвырнула за двери просто И пусть идет куда хочет Но я прекрасно понимаю, что он в семье не рос У него, ну, нету понимания о семье Никто его не учил быть ответственным Взрослым, самостоятельным Я так понимаю, сейчас внуки будут на мне полностью Потому что он человек ненадежный Вау Блин, ты вот, вы прям, мама Вы вообще изумительно догадливая Как вы, как вы так проницательно посмотрели в будущее? Ну че, я 90 тысяч, что ли, не подниму? Почему-то Блять Темка есть Одна Пошла вода горячая Кто-то сомневается, не понимаю Времени еще много Я все успею Уже несколько недель Ваня ищет работу И все безуспешно У меня из-за этого нет никакого настроения Целыми днями сижу дома На курсы позиции Мне стыдно, извинитесь Какой смешной мем это такое, блять Это просто ужас Я в тиктоке, не знаю, я сруюсь в комментариях Где пишут Извинитесь, можно артикул И в комментариях просто, блять Килограмм столбцов просто Извини, вот артикул Я не могу, блять Денег нет Радует одно Ваня, ты понимаешь, что мама не сможет нас одна всех тянуть Надо что-то думать с работы У меня уже все нормально У меня уже пригласили Ну все, понимаю, надо как-то ускорить этот процесс Вообще, что за работа? На x2 поставь Ну, пока не буду говорить Не хочу заглазить Ну, а может, меня вообще обманываешь Откуда знаешь? Да хорошая работа, правда Магазин это или что? Не знаю Курьер, кто? Зачем гадаешь? Мне же надо поднимать, сколько будет платить Я потом тебе скажу Будь новость И что вообще за профессия? Я не веб-предатель Это секрет Меня пригласили на кеговый завод Грузчиком Нормальный Кеговый? Варик Просто ездишь по магазинам Отдаешь пилы И тебе за это еще платят Пока она к этой новости вообще не готова Ну, блядь Долго он там будет работать Это будет вообще просто крики ор Сегодня мы идем на второй скрининг А это значит Что наконец-то сможем узнать пол малышей У вас будет мальчик и девочка Поздравляю Блядь, ну вот если так подумать Во взрослой жизни Это в натуре Вот это лак просто Прикиньте Два красивых человека Берут Ебутся Ну, беременна Значит, ебал Извините, конечно Блядь Извините Вот, но И у них просто бамс И пацан И девочка И двойня Вау Вау Да, да, не уделяйтесь Этого слова, пожалуйста Я сам понимаю, что он удивительный Но вот Как бы мы в таком мире живем Где такое существует Серьезно, что ли? Ура Да, сверху это мальчик А я думал, он как кулагривый сейчас, блядь Вцепится в ногу ее Ну, да Серьезно, что ли? Ура Да Ать, ты и кусай Приходит, а мальчик Я же говорю, что будет мальчик и девочка Внизу девочка Внизу так здорово Вы знаете, что это очень большая редкость Мальчик и девочка Это королевская двойня Да У меня голубая кровь, скорее всего, у меня так будет Ну, типа, у меня королевская кровь Я вроде слышал Нам очень повезло Нет, я не гей Не наверное Да, так хотел Я прям как и хотел Я в шоке А я как бы мечтал О старшем брате Тут У нее уже будет братик И будет защита Это самое главное, что У доченьки будет защита В виде брата Мы так обрадовались мальчику и девочке Тихнул, сори Тихнул Вы здорово, спасибо Нам не терпится уже скорее Рассказать об этом маме Мы подошли к этому креативно О, привет Привет Вы перешли со второго скрининга Да, ну и что Кто будет Мальчики Или девочки Ну, возможно, и девочки Так все-таки Кто будет Раз Пери Ого И мальчик и девочка Поздравляю вас Королевская двойня у вас Ребят Вы вообще Ваня ювелир Постарался, да? Хорошая работа Вообще Ну что Ваня Ты ювелир, блядь Новый мем Ваня ювелир Ха-ха-ха Блядь, ну смешно я на самом деле Посмеялся, чтобы не обижать Просто Себя, самого Потому что мне показалось, что я смешно Ну ты, конечно, Ванюк Ебланчик Постарался, да? Каблучинчик Каблучинчик Ты хорошая работа Вообще Ну что, предлагаю отметить это вечером? У меня сегодня первый ВБ ювелир Первое, что пишут Первое, что... Эй, слушай, ты, блядь Мониторная хуйня Я сказал пауза, значит пауза Первое сообщение ВБ ювелир Первое А, не сможешь? Так, может, все-таки скажешь? Куда ты пойдешь работать? А, куда ты устроился? На завод На пивной завод меня взяли работать Ну, все, хорошо Ну, там Витя договорился Блядь, Витя, 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 Витя Ну, он просто быстрее работу нашел, типа И там денег нормально зарабатывает Не, ну, как бы Какая разница? Нам деньги... Ну, такая нюничка, Ваня Ню-ню-ню-ню-ню Там нашел Тут папа какал Тут призвони Тут прости Нужны сейчас Там без разницы Только, Вань, самое главное Не пить Я обещаю До этого, что пить больше не буду Ну, и все А так все прекрасно Ну, ладно Милашка Ладно, идите тогда Погуляйте Хорошо Да, блядь, Ваня сам еще ребенок, сука Ну, правда Видно, как ему не хватало Взрослого Ну, ты что расстроилась? Да, блин, вот поэтому Ты мне не сразу сказал Когда ты успел работать Ну, заступив завод И, видите, еще устоял Тем более Ну, просто работа хорошая Видите, я просто первый нашел Вот он мне туда Я предложил пойти Меня сразу взяли Ну, молодец На какой-то минуте Ну, я не знаю 21 год Ебаните в минуты Слава богу, что вообще появилась работа И обещают хорошие деньги Надеюсь, он все эти деньги Не спустит на пиво в кегах Ну, это вообще Будет тогда Не смешно 52 52 Две недели Ваня работает на новом месте Он не пьет Нигде не задерживается И сразу приходит домой Но сегодня его нет позже обычного Ни он, ни Витя трубки не берут Мне тревожно Вдруг что-то случилось Пойду в общежитие Вдруг они там Зашла Че это за бред, Ваня На меня посмотри Босс Новосибирска Опа, я Нихуя Понял, кто ты И ты, Витя Понял Ты понял И не понял Ебать В натуре Босс файт На меня посмотри Как ему первый тумак прилетел Видели Че это за бред Вот так вот На меня посмотри Понял, что ты И ты, Витя Ты его спаиваешь Ты знаешь, как он Попить пиво Покурить Да, конечно Кайф Руки убрал Посмотрел на меня Убери руки Он плачет Домой можешь вообще не приходить Я тебе серьезно сейчас говорю Это ни на камеру Ни на че Просто собираешь вещи Идешь Витя жить Да вела Пиво за что? Разговаривай со мной Алеша Ваня он Вообще мозгов нету Ну Может ты мне что-нибудь скажешь Нет Тебе нечего сказать Не, да ведь Халуш не дайвайся Он тебе в натуре В ухо даст Потом и твои двое Вылетят И ты вылетишь С выпуска Там мне кажется Лучше Блять Че тут Нечего Ты же с ним сидишь Бухаешь Я Почти Я облева И че такое бухает И что теперь Че Это конец света Выпили Ну че же Церк Церк От меня Я ненавижу Тебя Пожалела Вообще Что ты Когда-либо Связалась Это Так От меня Успокойся Ты пожалуйста Че надо тебе Че Понимаешь Убери Не трогай меня Своими руками Мое терпение Лопнуло И я решила Расстаться Бля не знаю Ну рукоприкладство Вот со стороны Женщин Конечно В семьях Это серьезная тема Для обсуждения А мужчин А ты че Вот так вот Вы знаете Сколько в год Мужчин абьюзит Это проблема Ему плевать на меня А значит И на наших детей С меня хватит Вот кто Абьюзит мужчин В чате Посмотрите Сколько Статистика Посмотрите Вот посмотрите Что это Что это Это проблема Нежечка Минус пять процентов Заплатить Всем можно Тебе не за нежечкой Если что Плюнь на эту жизнь И тепло И любовь И заботу И быть уже Мамой одиночкой И все Потому что Ваня Ненадежный У него алкоголь Просто на первом месте Братан Чувствуй себя виноватым Братан Ты че ты загоняешься По этому поводу Я думаю Она сама Это кстати Тот же дошик Который с начала Выпуска Был Стрёмно Позвонит По крайней мере Идешь Позвонит А с горем Пополам Простит А потом Войдем По тренингу Да ты прав А че мы придумаем Лишим Все таки Мы хотим Семь создать Так что все будет страшно Ну вот не загоняйся Значит Все нормально Будет Не паси Юля вот всегда Ну пацаны Ну пацаны красные Ну пацаны красные едят Конечно Ну пацаны красные едят Слепзолова в ванн опять Че он пишет Блять Голубого нету Они же девочки Им просто достаточно Внимания И они тают Здравствуйте Можете Здравствуйте Нет не могу Че ты приперся сюда Ну извиняться Какие извинения Ты вообще понимаешь Что ты делаешь Или нет Своей головой Понимаешь До чего ты довел Или нет Или ты не понимаешь Ты обещаешь одно Делаешь другое Как тебе Как вообще Тебе верить можно Я хочу извиниться Перед Юлей Извиниться А больше ты ничего не хочешь Нет Не буду я никого звать Футболка с ВБ ВБ монстр Ты че долбоеб Это написано ВБ Баленсиага Ой бля Ой бля Ребят Это не ВБ Это не ВБ Это Баленсиага Ой бля Это вообще пиздец ВБ Баленсиага Не плачь Не плачь Верим Окей Юля Так Юля не уйдет Все Че это такое Вы не хотите звать Сам позову Да что ты Какой ты умный Я щас позову Я тебя спущу С лесенки вниз головой Если ты не уйдешь Я тебе Угроза вообще-то Это юридически наказуемо Проваливай За что вы меня спустите За то что ты не уходишь Иди все Я этого терпеть не буду Пусть идет к Вите Не знаю куда он там ходит Постоянно Куда-то у него Какие-то все Друзья-недрузья Не знаю Пусть живет с ними Зачем такой нужен вообще Папа Одно название от папы Сами все вырастим И поднимем детей Все будет нормально Юля вот Что не случится Она всегда рассказывает маме Я ей сколько раз говорил Что давай решайте все сами Мы все-таки как-никак Уже взрослые с тобой Я просто не понимаю Почему такие вещи Нельзя решать самостоятельно Рано или поздно Я все равно добьюсь того Чтоб Юля Больше слушала меня А не маму Красава Мы с Ваней Не виделись две недели Несмотря на то Что он устроил Мне его сильно не хватает Да еще и живот Начало как-то странно тянуть Я очень переживаю Поэтому мы с мамой Пошли в больницу Тонус матки Немного повышен А не было Последнее время Какой-то большой Физической нагрузки Может быть Переутомление Может быть Какое-то Нервное переживание Стресс-то был у тебя Переживание То есть это в связи с этим Да может быть Может быть Да может быть Нервное переживание Конечно может привести К повышению тонуса матки Это может быть Опасно Поэтому давайте ВБ УЗИ Старайтесь успокаиваться Не переживать Чтобы не потерять беременность Серьезно можно потерять детей? Ну если нервное напряжение Будет продолжаться То это может привести К большему повышению Вот так вот ВБ двойня Сразу с артикулами Да родятся Прикольно Придумали бы ребят Я до сих пор Злюсь на Ваню А вернуть можно? Без него совсем грустно Мама старается Ебать Я до сих пор Злюсь на Ваню Но без него совсем грустно Курва Курва Кейт Мама старается Меня отвлечь Но я все равно Чувствую себя одинок Я вижу как Юля мучается Как ей тяжело Я позвонила Ване Сказала что нам нужно Серьезно поговорить И пригрозила ему что Сейчас будет разговор То есть ну Серьезно составлен Здрасте Тань Позвонили? Да Что случилось? Сейчас Юля могла бы потерять детей Понимаешь это или нет Нам просто сейчас сказали Был у нее такой стресс Что она могла потерять детей Понимаешь Или нет Че Вот тебе Иди Че По нормальному Эй Коварь бля Чтоб слышно было Извиняйся Я не знаю Там падай ей в колени Че Что нибудь И чтоб такого больше не было Вань Ты понял? Так блядь Если чел уже второй раз Как бы доверие предал Да? Ладно Всем нужно давать шанс Да? Ну вот он второй раз доверие предал Как бы если он раз еще раз сделает Ну может быть у нее полот уже не выдержит Может уже пора выводы сделать? И просто детей посохранять? Понял Ты говори Третий даже Ну вот видишь Все смотри Не зли меня больше До свидания До свидания Вот я дурак Вообще Реально взял Просто удалил до такого состояния Что если бы я потеряла детей? Что бы я делал? Что бы я сказала вообще? Не, я серьезно Я сейчас пойду И буду мириться с ней Кто там? Это я Можешь выйти, пожалуйста? Это я Че надо? Выйди, пожалуйста Че по домашке? Че по домашке? Че по домашке задали? Че по домашке по каникулам? Че? Скажи пожалуйста Прости меня, пожалуйста Прости меня, пожалуйста За что простишь? Что мы что детей не потеряли? Точнее я Я вообще мне кажется Веб-домашка Не, ну бля Это уже вообще просто В киево рот Вы знаете что? Слушайте Наказание Но вы наказаны Ну я вижу Ну прости Нет На три секунды Все Еще что-то Ты вообще максимально безответственный Вообще максимально Я буду ответственнее относительно Ты старше меня Ответственности вообще никакой нету Вообще никакой Я возьму на себя всю ответственность Ну вот как возьмешь Так и подойдешь Ну прости меня, пожалуйста Сейчас все люди еще выйдут Пойдем домой лучше? Ладно Вот если бы не прошло время Я бы тебя точно никогда не простила Пойдешь А? Одно пилен, чай попьем Веб-каникулы Вы, блядь Вы что? Веб-шакал Не, забей Забей Все, блядь Все просто Валберис нахуй После моих стримов Просто, блядь Грибут, блядь Лопатами Деньги Э! Платите! Я тебя люблю Сама не понимала Как это происходит Он извиняется И я его прощаю Конечно Приходится немножко поломаться Но потом все равно извиняем Я реально рад Ты вот кончен И вот ты это написал Это вообще жесть Быть ответственным После нашего примирения Я вижу, что Ваня стал меняться Теперь он редко видится с Витей И почти не ходит на тренировки Все свое свободное время О, пузяку отрастила Даже терпит мои капризы Блин, у Вани так мороженого хочется Так пошли, пупим Или не хочу Или хочу Не знаю Ты определись Или шоколадку хочу Ну пошли, что-нибудь Пупим Не знаю, что я хочу, короче А вот я хочу Что-то быстрее Радио, пупсиков Ну, понять бы Пупсики Да, я знаю, что уже Я уже просто знаю, что дальше Напишу Ай, блядь В.б. пупсик Я быстрей Ваня до сих пор работает На оплачиваемой работе Он не прыгает с работы до работы И все у нас хорошо Я как на огурец бы прыгнул у вас в выпуске Вы знаете Он перестал, самое главное, пить Все деньги Ваня приносит в дом И донатит в Нетвордспид, блядь А еще он осуществил мою мечту Оплатил мне кулинарные курсы И сегодня у меня первое занятие Сейчас твоя задача Очень активно мешать Нам нужна какая-то пышная пена Просто обидеть Ладно, кто хочет мудрым стать Всех забанить в чате Тяни продукты Так, давай я Можно я сама? Да, конечно Ты молодец Спасибо Мне очень нравится Что ты целевсемленная Ну, хочется делать Все, тогда я слежу за вами Я все ники запомнил, кто я написал Слежу за вами Чувственный продукт Молодец Курсы прям ВБ модеры Ну да, блядь Я не знаю, куда они вернутся Если я возврат оформлю Меня вообще вдохновляют Мотивируют Не дают мне унывать Бля, ебать Чат, вам даблью За то, что вы так быстро Хуярились сегодня в чат Так летите Что, блядь Даже школьницы нахуй обосрались Дома Так все интересно Познавать новое Как только я закончу курс И сразу начну заниматься Выпечкой Настал день третьего скрининга До родов совсем чуть-чуть Живот такой большой Не терпится Уже поскорее родить Иль, по малышам все отлично Единственное, меня смущает Количество колоплодных вод Надо Колоплодных? Вот Там плавает кал? Посмотреть Кал? Колоплодные воды через 2 недели Хорошо Чтобы не было ноговодия Ну все, вставайте, Вася Я переживаю за А, околоплодных? А я как сказал Около А почему я подумал Про кал? Мама Хочет кушать Детей Буду обследоваться Проходить все анализы Чтобы с ними все было хорошо По рекомендации врача Я иду на дополнительное обследование Верю, что все будет хорошо КТГ хорошее Сердцебление обоих плодов Прекрасное В пределах нормы Акцелерации есть Ничего не беспокоит? У меня вот такой вопрос Надолго ли я тут и Все ли хорошо? Ну смотрите Чат открыть Стандартное обследование Занимает в среднем Выпустить заходящих 5-7 дней Анализа По пассажирам Пассажирам Дать вход По поезду Мы у вас взяли Сегодня сделаем УЗИ По результатам Посмотрим Если по результатам Все будет хорошо То в пределах недели Если какие-то отклонения Выявим Будем дальше обследовать По предыдущему УЗИ У Юли было выявлено многоводье В сами себе Чат напишите Молодцы сегодня Это патология При котором Количество околоплодных вод В которых находится ребенок Или двойня Как в нашей ситуации Увеличено Чаще всего Это связано С инфекционными агентами Которые мы Планируем выявить На нашем этапе Конечно не хотелось бы Какие-то иноагенты У нее короче плавают Я понял О, это уже после выпуска Доснимали У нее окрашивание новое Чтобы они родились здоровенькие И не на раннем срочке Я переживаю Если анализы будут плохими То все время до родов Стоп Вы хотите сказать Что я сейчас буду смотреть Как она рожает А пока нет Я проведу в больнице Не падать духом Не помогает поддержка Вани Каждый день Он навещает меня Привет Привет Привет, медведа Ну как ты? Нормально Я очень сильно переживаю За состояние Юли Я знаю, что Юля справится Что будет все хорошо Она очень сильная девушка Я прошла все обследования И сдала анализы Мне назначили Мую-нюю пузяка, ребята Таблетки И выписали домой После выписки Блядь, в б б пузяка ХВАТИТ Я чувствую себя прекрасно Во мне полно сил И энергии Нифига Чё она, блядь Из резидент她 Вела До вон Смотрите Поэтому дома я сидеть не собираюсь Иду на очередное занятие По кулинарии Юля, ты такая, молодец Не останавливайся, ладно, на этом никогда Блин, да, так ненаигранно ты сказала Конечно, спасибо, блин Вряд не слышите Похвала меня окриляет и вселяет уверенность Что в кулинарии меня ждет большое будущее Хочу скорее уже показать этот торт маме В кулинарии меня ждет большое будущее О, вот это Это моя улица Вот там я срал Во, во, там Хочу скорее уже показать этот торт маме и Ване Та-дам Ого Да ты сама сделала? Да Молодец, ты вообще Это пряники Умничка, умничка, да Где пряники? Талант прям, талант у тебя Умница, молодец Чего? Ммм Вкусно Где купили? Как понять, купили? Считай, ты сама приготовила Серьезно? Серьезно Ну ты молодец Надо резать и бить Я удивлен, ты реально Такой торт приготовила Я сомневался, если честно Но сейчас я понимаю то, что у нее реально талант к этому Сегодня я почувствовала тянущие боли в животе До родов еще три недели Но мне кажется, что это схватки Мы поехали в больницу Ой Да, напишите вы в больнице Бля, какие вы Просто, бля, этот чат Это просто с ума сойти Нахуй Вот это Цисенгаген, блядь Нормис Там сейчас роды начнут Ребят, реально Мама в 16 смотрю Боли стали усиливаться Врачи провели обследование И сказали, что малыши Готовы появиться на свет уже сейчас А это раньше срока на три недели Прямо сейчас? Из-за неправильного предлежания плода Было решено делать кесарево сечение Меня отвезли в операционную И вкололи анестезию Я быстро отключилась И сами роды я почти не помню ВБ встал Я увидела только Олега Потому что Соня не смогла Самостоятельно дышать И ей проводили вентиляцию Лёгких И экстремы Направили в реанимацию Для новорождённых София родилась Самое ужасное, что я могла услышать На тот момент Я очень долго Прибежала в реанимации Ну, когда уже провели операцию Не было возможности Не спуститься к ней Ебать Показать? Покажу, ладно В телеграме Такая вот, бля И не спуститься к её врачу Не позвонить никуда То есть там даже в телефоне давали Позвонить к маме Ух ты, вот это да, бля Так, ну тут она голенькая будет, да? Классно, классно Сегодня нас выписывают Но чувства смешанные Наконец-то этот день настал И я увижу Весь стухум пришёл смотреть Но, к сожалению, из роддома Ой Мы выходим с Олегом вдвоём Соня не остаётся ещё в больнице А чё такое Всё бросили? Так Я не понимаю Как вообще Он такой красивый Поддержка мне сейчас очень нужна Я рада, что на выписку пришёл Да, вот это меня сейчас так поддержит Вот эта Мишутка, бля Ты мои и мамины друзья Очень всё круто Наконец-то мы едем домой Очень Очень жаль, что без дочки Ну Блядь, первое сентября, нахуй Какая дочка, пиздец? Посмотрите на неё Всё равно всё очень круто Мы за ней в понедельник придём Обязательно А пока мы всё внимание уделяем Олег Ваня от него не от... Извинитесь Отходит В нём столько любви и заботы Уверена, Ваня будет лучшим папой на свете Нашу радость омрачает только то, что Соня пока ещё в больнице И я не могу дождаться, когда её заберу Всё нормально, всё нормально Ура! Ура, девочка! Сегодня самый долгожданный день Наконец-то выписывают Соню Я так счастлива, что теперь оба малыша будут с нами Жаль, что Ваня не смог отброситься с работы Спасибо Кокыска Это вот тот мем, знаете, вот этот С бляпи забыл с кем там Рыба-фуга Подпроситься с работы Спасибо Кокыска Хайповоз! Сабы пошли! Да! Сабы! Сабы! Ты даже... Всё, мы очень счастливы, конечно, да Что Сонечку забрали Наконец-то они вдвоём Что она выздоровела Не, а сабы не с ВБ у меня Сабы СБП, блядь Всё прошло Что это такое? Малышка вообще прям копия ПАПА! Мне он, когда привезли, он вообще такая Ваня Маленький Ваня Ваня с рождением малышей просто поменял Ваня большой нахуй Он стал более ответственным, заботливым Ни разу не выпил пиво Кота пропустил? Вы даже сейчас на тренировку не выгонишь палкой То есть он все время подает малышам Я понимаю, что я отец То, что мне нужно заботиться теперь о них Когда дети плачут, меня даже это не злит Мне наоборот как-то кайфово Кайф-драйв, блять, поняли? Ну, знаете же уже Даже готов сидеть с ним вообще просто целыми ночами Справляться с двойней непросто Ваня всегда на подхвате ВБ кайф, согласен, согласен Вот тут согласен, чан, W Да, да, кубики можно, еб твою Никуда, ничего С работы домой С работы домой сразу, все Я знаю, что Ваня Прекрасный отец Ну, то, что он отказался На данный момент от тренировок То есть он вообще не хочет тренироваться У него даже самого, походу, желания нет Это меня не особо радует Ну, ребята молодцы Я как бы искренне рад за них И надеюсь, что в дальнейшем у них все будет гуд Сейчас я готовлюсь к экзаменам в школе Без них аттестат мне не выдадут Приходится усиленно заниматься Че там, че там? Экзаменам в школе Без них аттестат мне не выдадут Ребята, это какой предмет? Вы бы матика, блять Отходится усиленно заниматься Я стараюсь нагнать программу, которую пропустила Потом я собираюсь поступать на повара в технику Сегодня Ваня пригласил меня в студию звукозаписи Чтобы показать... Вбклава скрипит Мне какой-то урод на ютубе Оставил комментарий, знаете какой? Листаю комментарий на ютубе, я же смотрю их, да? Так что оставляйте комментарии... Ютуб, если вы посмотрели этот выпуск Оставляйте обязательно комментарии, потому что я их смотрю серьезно Оставил комментарий, знаете какой? Как же этот ублюдок нищий заебал У него постоянно скрипит клава Я ему начал отвечать И то ли ютуб удалил, нахуй, то ли че, блять Ублюдок нищий Поняли? Новый трек, давай! Веселые ночи Насешь открытые двери В нашу последнюю встречу Детка, не сможешь забыть, поверни Я никого не люблю, я не токсичен, что-то мне все непонятное было Это научно живется любовью, ты подарил эти дети, теперь я доволю Юль, я долго думал и решил для себя, что ты есть моя... Ребят, на вас модератор зуб точит уже пишет мне в дичку, хотят убить всех нахуй Ну, в чате, ну, в GTA 5. Что? Вы бы убить. Ну, это нежечко, но твой вопрос-ответ. Ну, теперь можешь, пожалуйста, встать и глаза закрыть? Открывай. Че, серьезно, что ли? Да. Ура! Б-нежечко. Груто. Потому что он просто позвал меня на студию, послушать его песню, как он записал. Тут вот такое вот чудо. Для меня сейчас самое главное в приоритете это семья. В дальнейшем будущем мы планируем завести собаку. Че, прям завести? Пить дом. Киса, киса, киса! Курва! Пить машину, открыть салон, открыть кондитерскую. Ну и воспитывать детей. Милые девочки, я сохранила беременность и я совершенно об этом не жалею. Дорогие дамы, в 16 лет рожать не рекомендую. Потому что дети, это классно, это круто. Это поддержка и опора на всю жизнь. Сейчас я знаю и понимаю, что если бы я тогда бы сделала аборт, я бы сейчас бы очень сильно жалела, потому что я сейчас не представляю жизни без них. Кто поставил, смотрел выпуск, полностью ставим лайк. У меня чат сегодня на стриме сошел с ВБ, бля. С ВБ ума нахуй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok